Владимир Путин сегодня в Сочи в преддверии стартующего там завтра саммита России АСИАН встретился с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Банк был создан по инициативе Китая, он начал работу в январе этого года. И помимо КНР, его крупнейшими акционерами стали Индия и Россия. Владимир Путин выразил уверенность, что Азиатский банк займет достойное место среди международных финансовых институтов и примет участие в реализации проектов на территории России в расширении Транссибирской магистрали, обустройстве Северного морского пути и развитии особых экономических зон на Дальнем Востоке. Мы очень рассчитываем, что под вашим руководством это финансовое учреждение займет достойное место в структуре международных финансовых институтов. Безусловно, дополнит и МВФ, и Мировой банк. Мы знаем ваш настрой на то, чтобы финансовое учреждение это работало в рыночной среде. Рассчитываем, что банк будет эффективно работать прежде всего в сфере инфраструктуры Азиатско-Тихоокеанского региона. А в эти минуты Владимир Путин проводит переговоры с президентом Индонезии. Лидеры обсуждают двусторонние отношения и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перед началом встречи глава российского государства напомнил, что там же, в Сочи, но ровно 60 лет назад, с визитом побывал бывший президент Индонезии Сукарна. Обращаясь к нынешнему президенту этой страны, Владимир Путин отметил, что Джокова и Дода в известной степени является продолжателем политики Сукарна. Приятно, что у нас есть возможность поговорить не только о ситуации в регионе, но и о наших двусторонних отношениях в ходе вашего визита. Имея в виду те процессы, которые в мировой экономике происходят, у нас не скучился даже товароборот в прошлом году. Но, правда, в этом году тенденция меняется. Я с удовольствием вспоминаю визиты в вашу страну и ту обстановку, которая была создана тогда для нашей делегации. Надеюсь, нам удастся ответить российским гостеприимствам в ходе вашего визита. Продолжение следует...